Итак, вот тот самый парень с кадрами на фоне моря уже появился сразу в нашей студии. Честно говоря, по-хорошему завидует, так захотелось попасть на море. Максим Бородин у нас сегодня в эфире. Доброе утро тебе. Доброе утро. Рады, что ты снова появился в Запорожье. Как всегда, приехал навестить родных и близких, и друзей. Ну, в любом случае, наверное, можно было бы назвать твое новое видео вот такой короткой фразой, причем с хэштегом «Крым-то украинский, Крым наш». Я всегда говорю, я не знаю, с чего взяли, что Крым наш, а вообще Крым мой. Отлично. Это видео было снято в Ялте, ты успел побывать на море. Кто снимал и что это за... Снимал абсолютно мне незнакомый человек, просто он сам проявил инициативу, а я за любой кипиш, кроме голодовки. Ну, тем более, такая память и очень красивая локация, горы, небо, море. Поэтому отказываться было бы глупо. Так я классно снимал и клип. Значит, я просто, как всегда, стоял и пел для людей. Он поставил... Просто в образе уличного музыканта, по себе без бенда. Да, да, это живьем пишется. То есть, ну, клип называется, но вообще это лифт. То есть, живьем записали одним дублем песню. Вот. И потом, когда я уже в Киев вернулся из Крыма, он мне прислал. Я был приятно удивлен. Ну, мне показалось, что очень живо круто получилось. Ну, и в любом случае, такое видео, наверное, согревает в эту зиму. Это 100%. Скажи, Бородин Бэнд, как он поживает? Мы когда видели с тобой последний раз, ты как раз говорил, что начинаешь репетиции с музыкантами. Да. Насколько сложно с ними общаться? Часто ли приходится выступать? Либо больше все-таки пока что ориентирован на сольное творчество? Нет. Я ориентирован сейчас как раз на трио. Сейчас меня интересует немного добавить электроники. Ну, именно что немного. Электронные барабаны, добавить немного космических звуков. Ну, так чувствуется, так хочется. Кто тебя вдохновил из музыкантов добавить электронику в твою музыку? Вся музыка мира, которую я слушаю, которую люблю. Вот она только вдохновляет, и она мой учитель главный. Ну, помните о том, что 213-46-24, телефон нашей студии. Вот мы с Татьяной, наш гость Максим, так тем более рады будем услышать утренний голос наших телезрителей. Возможно, у вас появился вопрос, и вот не знаю, вот по имени того, кто к нам дозвонится, Максим в следующем разу подготовит песню. Ну, вдруг, мало ли, как такой бонус. Ты сегодня к нам пришел не с пустыми руками, с гитарой, что-то новое. Споем. Что у тебя вообще? С большейшим удовольствием. Давай, может быть, вначале рассказать. Да, альбом какой-то, может быть, предвидится? У меня этой осенью был всплеск вдохновения, и я написал, много песен написал, потому что год, ну, за год я написал всего песни три, а за осень написал песни, наверное, около дюжины. И, ну, когда песни пишутся, кажется, что что-то не так, может, никогда больше не напишутся. Я надеюсь, что у тебя, Татьяна, она вот так вот с широко открытыми глазами на тебя смотрит, она тебя вдохновит на написание новых песен. Я надеюсь. Ну, я тоже буду на это сподіваться. Еще хотела запитати, как, власне, стати успешным бендом? Потому что очень много талановых людей, которые начинают в этом смысле работать, ну, это как-то никуда не приводит. Ты сейчас себе наполегливо пробиваешь дорогу в Киеве, можешь поделиться каким-то секретом успеха, або дать какую-то дружную пораду. Надо просто играть, и все. Я ничего не могу сказать. Секрет один. Просто играй. Давайте вам сыграем. Давай сыграем. Песня называется «Дело не в том». Нет, ночи с тобою мне даже не снятся мне, Только пройти бы с тобою весною лазоревым лугом, Тропою лесною с тобой. Не мечтаю я утром проснуться мне, Только руки твои тихо коснуться. Спроси, дорогая, скажи мне на милость, Спалось ли спокойно и снова ли не снилось? Спроси, дорогая, за окнами ели, Не слишком ли за полночь долго шумели, Не слишком ли часто автомобили, На дальнем шоссе понапрасну трубили? Нет, слишком ли долго под вечер смеркалась снег, Слишком ли громко рыба плескалась снег, Слишком ли громко кукушка скучала, Не слишком ли громко сердце стучало? Нет, ночи с тобою мне даже не снятся мне, Только с тобою на карточке снятся мне, Только пройти бы с тобою весною лазоревым лугом, Тропою лесною спросить, дорогая, За окнами ели, не слишком ли за полночь, Долго шумели, не слишком ли часто? Автомобили на дальнем шоссе понапрасну трубили, Спросить, дорогая, за окнами ели, Не слишком ли за полночь долго шумели, Не слишком ли часто автомобили на дальнем шоссе Понапрасну трубили. Ну, Татьяна, скажи, хотела бы, чтобы именно такие песни пели под твоими окнами? Ну, звичайно, хотела бы, только хотела сказать, Что это такая турботливая песня, И меня, как девчина, очень вразила, Я думаю, что вся джинная аудитория тоже чувствует сейчас то, что я. Хотела бы еще додать больше позитива, Больше каких-то приятных моментов, И приключиться на нашу рубрику, Яка имеет название «Ранковое санечко». Макс Бородин у нас сегодня в гостях. Вот такая вот частичка Бородин-бэнд. Приехал он, как всегда, раз в полгода, Город Запорожье, не забывает о своих соотечественниках. Общаемся сегодня на тему музыки, И что же нового вообще, Как таковой появилось в его творчестве? Мало песен пишется. Скажи, вообще, тебе песни снятся? Нет, не снятся. Но все говорят, если песня приснилась, Там какая-то строчка, То это, как правило, очень крутая песня. Успех гарантован. Да. То есть, если вот строчка появилась вместе с музыкой одновременно, И потом, ну, из нее уже получается песня. И богато в тебе таких писаний? Я говорю, что мне не снятся. Мне приходится трудиться. Я как бы специально песни не рожаю, А вот когда она, ну, я чувствую, что она подходит. Я утром сажусь и начинаю работать. Получается песня хорошо, А если нет, то, ну, прохожу мимо, Не насилую себя. В принципе, учитывая то, что ты музыкант, Общаешься с музыкантами, Вот в киевской тусовке очень много появляется новых имен. Какие бы коллективы ты выделил бы для себя И посоветовал бы послушать вот так вот из того, Что ознакомиться с новой украинской музыкой? Кого бы ты все-таки... Какие имена бы ты использовал? Я бы сказал, что не киевская тусовка, А вот вообще украинская. Возможно, вы знаете, лично для меня, Вот ребятам бесплатный пиар, Группа «Один в каное». А ребята откуда сами? Из Львова. Из Львова, да? Они года четыре точно играют уже. Очень пронизительные украинские песни. Играют на, как это, дарбука называется, Гитара, и девочка поет, сама пишет песни. И там на слова Ивана Франка есть песни. Ну, кстати, творчество именно Франка Почему-то музыканты полюбили в последнее время. Да. Как раз на его стихи как раз вот пытаются положить на музыку. Потому что получается, да. А используешь ли ты в своем творчестве, Кроме написания своих текстов, чьи-то другие? С большим удовольствием использую чужие тексты. Если это современный какой-то поэт, То я спрашиваю там ВКонтакте, Нахожу человека, Отсылаю ему уже запись. Ну, там на диктофон делаю, да. Ну, так с хитринкой ты поступаешь. Вначале записал, потом. А не хотел ли ты, я тут уже вроде бы не писал. Представляешь, если я ему пришлю, А спрошу, он скажет, Так я же не знаю, что ты напишешь. Так человеку, если нравится. Ну, и всегда соглашается. Либо оно вот бывает, Что человека уже просто нету. Я тогда сильно не заморачиваюсь. Я не знаю, может, у кого-то есть авторские права. Но если, в общем, самого поэтом нет. До суду не тяглы, значит, нормально. Да, Бородин Бенд уже успел где-то погастролировать. Возможно, были какие-то ситуации, Которых вспоминаешь только с улыбкой. Расскажи, как это было. Просто как каждое выступление так. Просто бывает часто, знаешь, что-то с техникой происходит. То микрофон выключится, то гитары нет, А ты вынужден что-то вместо песни начинается танец какой-то, Или еще что-то. Вот такое бывает. Ты и танцуешь, получается. А как? Артистам что делать? А когда все-таки ожидать выступление твое в родном Запорожье? Потому что вот мы, скажу нашим телезрителям, Пообщались немножко как раз в паузе. Максим говорит, что нет пока концертов у него в Запорожье. Пока он не планировал, приехал просто навестить своих родных и близких. В Запорожье, возможно, уже пришло то время, Когда стоит показаться и своей родной публике. Да, я думаю, что надо бы и очень хочу. Я хочу организовать концерт у себя, Ну не у себя, а у училища, в котором я учился, Музыкальном училище. Там большая сцена и свои стены. Ну это требует организации. Как бы от меня тоже требует усилий. На коли чекати? Если я помещаю, я должен буду это наверняка сделать. Ну а как? Может быть весной, может быть, ну не марта, апрель, май. Я с большим удовольствием. Я постоянно об этом думаю, честно. Подаруем надежду нашим телеглядачам. У меня еще такое питание, я обожню его задавати творчим людям, Потому что воно, в ответы всегда очень индивидуальны и интересны. Ты играешь, что для тебя, когда ты спеваешь? Тобто, когда ты играешь, что ты чувствуешь? И как для тебя важное воспринимание этого процесса? Не только тобою, а еще и глядача. Ну, конечно, ты что, отвечу с конца в начало, что очень важно, чтобы люди воспринимали мои песни, иначе я же не только, когда я пишу песню, я пишу для себя, но когда я уже написал, то мне важно, чтобы она людям нравилась. Когда человек говорит, я так вижу, мне все равно, что вы по этому поводу думаете, ну это лукавство. Человеку надо, чтобы его творчество, музыку понимали. Если ее никто не слушает, ну, не получается. Просто бывает такое, что музыкант, например, выполняет эту или нету песню, заплющает очи и как бы находится только в себе, то есть он не работает для аудитории. Находится в себе, чтобы лучше прочувствовать песню, таким образом он долетает до зрителя. Я такое воспринимаю, да. А что для тебя, когда ты играешь и спеваешь? Я, конечно, не пытаюсь, а вникаю полностью в слова этой песни, как будто в первый раз их слышу. Это все к тому, что Татьяна говорит, не хотел бы ты представлять мой образ во время самых лирических песен и их исполнения. Мы прервемся буквально недолго на рекламу, потому что, ну, хотелось бы, наверное, еще одну песню услышать в твоем исполнении. Не отпустим тебя пока что. Ну, а мы прервемся буквально коротко на рекламу. Итак, Макс Бородин у нас сегодня в гостях. Построили планы, что уже весной. И тут уже, в принципе, видео подтверждение есть. Ожидаем концерты в городе Запорожье. Давай еще, наверное, все-таки вспомним о том, что было, что есть, что будет. Какие планы, кроме того, что мы уже пообещали зрителям концерт в Запорожье у тебя в 2016 году? Ты же что-то загадал под новогоднюю елку. Да, загадал. Я всегда загадываю в творческом плане записывать песни. Вот чтобы они уже были записаны в аудиоформате, со всеми музыкантами, сведены. Это просто длительный процесс от одного специалиста к другому, к третьему. Кто-то сводит, кто-то саундом занимается и так далее, и так далее. Но для меня это единственное главное всегда. Как они разойдутся, понравятся людям сегодня, через три года там. Ну, вот чтобы продукт уже был. Вот для меня это единственная всегда цель. Потом из них видео там далее. Еще раз насолодуете себя продуктом, как ты сам назвал. Давайте поднимем утрешко настроение, что может быть лучше гарной музыки. С удовольствием. Еще одна новая песня. Дело не в том, что без тебя пустой мой дом. Дело не в том, что ночь не исчезает днем. Дело не в том, что слишком крут судьбы подъем. Дело не в том, что нервы не излечишь сном. Дело не в том, что других друг друга не найдем. Дело не в том, дело не в том. Нам нужны друг друга руки, Голосов друг друга звуки. Видеть глаз друг друга зелень, Засыпать в одной постели. Разбивая пол посуду, На меня коль злиться будешь. Когда я тебя пугаю, Из-за сады выбегая. Дело не в том, что мой корабль трется дном. И скоро зима, Его возьмет в оковы льдом. Размы не вдвоем, То не придет апрель с дождем. Но дело не в том, Дело не в том, Душа без тебя Утратила свое жилье. Любви не нужны Автомобили и ружье. И я всегда знал, Любовь не купишь за тряпье. Она велика, И не видать ее краев. Нам нужны друг друга руки, Голосов друг друга звуки. Видеть глаз друг друга зелень, Засыпать в одной постели. Разбивая пол посуду, На меня коль злиться будешь. Когда я тебя пугаю, Из-за сады выбегая. Практически клип нарисовался в голове, как бы я его снял. Ну как, может быть... Расскажи. Может быть, не полный клип, но как минимум один кадр на строчку «Как же я тебя пугаю» из-за сады выбегая. Вот, возможно, какой-то Запорожский парк и поможет нам снять этот клип. Спасибо большое, что просыпался вместе с нами. Всем нашим телезрителям посоветую, как все-таки перейти тот порог новогодних праздников, настроиться на хорошее рабочее состояние. Вот совет от тебя, как проснуться. Я вас призываю к тому, чтобы все любили свою работу. Если вам работа ваша не нравится, то, пожалуйста, не занимайтесь ей. Можно меня 7 секунд? Дело в том, что... 7, 6. Подожди, Запорожий есть человек, Алексей Юданов, который мой друг, который сегодня уже стал народным артистом, он теперь народный артист, он тромбонист. Самый лучший тромбонист в Запорожье, с чем мы его и поздравляем все. Всем тромбонистам, тромбонист сегодня стал народным артистом. Поздравляем от всей творческой редакции программы «Утро». Кстати, тромбон в нашем утренем эфире, по-моему, насколько я помню, на своей памяти не звучал. Надо исправлять. Народный артист должен обязательно появиться в нашей студии. Сегодня мы целый ранок сполкуемся про здоровье, про профилактику, и наша программа зашла с всех фронтов, потому что музыка тоже имеет ликувальный эффект, и профилактика лечит наши эмоции и нашу душу. Такая порция вам оздоровления на сегодня. Я сподеваюсь, что вам было приятно. Ну, Макс Бородин был в гостях. Еще раз тебе большое спасибо. Надеюсь, встретимся теперь весной перед предстоящим сольным концертом в городе Запорожье. Далее рубрика «Прости складнощи». Екатерина Мусиенко по понедельникам помогает всем родителям справиться с теми ситуациями, с которыми приходится сталкиваться.